Владимир Михайловичу Татаринову 80. Он пришел на выставку, организованную по этому поводу неравнодушной Людмилой Тюгаевой, скромно, не обращая на себя внимания публике, словно случайный прохожий, тихий, лишенный самолюбования человек, чьи почти детские работы вызывают восторг специалистов и любителей живописи. Он родился художником, рисовал, как дышал. И однажды мальчика случайно заметил педагог Московской средней художественной школы Молчанов и предложил поступать в эту знаменитую школу. Туда, в 1950-м, Вололю и приняли сразу в четвертый класс. Тогда учебное заведение принималось за воспитание юных художников, кои были детьми войны, со всеми вытекающими. Она их кормила, педагоги заменяли родителей, поощряя только творческую работу. После занятий на выставку или в консерваторию вместе писали поленовские рассветы и туманы. Расположенная напротив Третьяковка второй дом, куда бегали просто на переменах или самозабвенно копировали работы мастеров о том, как тогда учили в знаменитой художественной школе и какого уровня дарования оказался ученик. Говорят эти портреты. Можно ли поверить, что написаны они 16-17-летним юношей? Понятно, что воспитанная в подобной среде молодежь с легкостью приобретала статус абитуриентов, а затем и студентов знаменитого Суриковского института, где, как выяснилось, позже яркая творческая индивидуальность расценивалась как вольность и не приветствовалась. Тогда в нашем Суриковском не преподавали вот это направление, и поэтому увлекающихся левым направлением считали это как изряда выходящим. Настолько выходящим, что Татаринова два раза отчисляли из института. Друзья спасали как могли. Да и сам Владимир пытался загнать себя в жесткие рамки профессорских требований. Доказательство на одном из портретов. Тогда педагог потребовал просто обрезать работу. Ему понравилось то, что я там руки, если так не закончил. Он тогда обязательно, значит, вот срежь, так вот, чтобы по грудь, а иначе там поставьте двойка сразу. И он, значит, пришел к мне, я не стоял это серьезно, но он все-таки срезал этот самый подрамник и закрутил назад. Не важно, не важно, не важно, поставили там четверку, что-то кажется, так. Эта четверка не спасла студента Татаринова. Следовали все новые скандалы и разбирательства с ректоратом и профессорой Суриковки. Получилось, отчисляя молодого гения из института, они выгнали его и из искусства. Закрыв за собой дверь альма-матер, художник больше никогда не взял в руки кисти. Он просто пошел на завод с лесарем, где на протяжении 48 лет применял все свои творческие способности, все свое художественное воображение и точность руки мастера в изготовлении деталей для машин. Своей работы Татаринов после ухода из Суриковки недоставал более 30 лет. Сейчас бывает выставляется и даже пытается писать. 80-летие художника – повод не только еще раз увидеть его самого, его работы. Выставка наводит на мысль об ответственности перед хрупкой душой художника. Но не сопоставима ли эта жертва для нашего искусства с утратой от раннего ухода Пушкина, Шукшина, Высоцкого или Моцарта? Поразмышлять об этом в «Соснах» можно лишь до 4 октября. Ольга Виндер для телекомпании «Одинцова».